Африка. Страна контрастов и трудностей. Один из древних видов обезьян покорил почти весь материк. Павианы. Здесь они процветают больше двух миллионов лет. Они так легко приспосабливаются, что приживаются везде, где бы ни оказались. Это их история. В Эфиопии пустынная стая охраняет драгоценный оазис. На побережье Южной Африки пляжная стая делит территорию с людьми. На Высокогорье горная стая мечется между двумя лидерами. А в Ботсване речная стая сталкивается с опасной угрозой. Четыре семейства, живущие в четырех разных мирах. Но жизнь каждого из них строится на правилах стаи. Павианы. Правила стаи. Кейп-Кост. Южная Африка. Раннее утро. Пляжная стая, семейство медвежьих павианов или чакма, вылезает из пещеры, чтобы отправиться на поиски завтрака. Чакмы обитают в прибрежных горах Капского полуострова, недалеко от Атлантического океана. Это один из пяти видов павианов, живущих в Африке. Они делят территорию с другими приматами. Людьми. Жизнь возле двуногих полна уникальных испытаний. И в то же время возможностей. Пляжная стая не сразу спешит на пляж. Сначала они заглядывают в пригород. Их манит обилие легкой добычи. Старейшина взбирается на дерево, чтобы проверить, чист ли горизонт. Удостоверившись в этом, он подзывает остальную стаю. Плодовые деревья обеспечивают легкий перекус. Все бросаются на угощение. Но, наслаждаясь едой, они все глубже заходят во владение соседей. В сухих стручках таятся питательные лакомства. Павианы никогда не упускают возможности перекусить. Добывая пищу из разных источников, они уравновешивают свой рацион питания. И в мире людей такая изобретательность лишь на руку. В этих крепостях таится иная добыча. Фастфуд. Пока вся семья поедает стручки, молодой самец натыкается на сокровище. Это шанс застолбить свой участок. Но сначала нужно открыть крышку. Готово. Секрет раскрыт. Но тут появляется более крупный, доминантный самец. По правилам, первыми едят самые сильные. У каждого представителя семьи есть свое место в иерархии. Пока одни едят, другие отдыхают в тени и придаются грумингу. Эти малыши еще питаются молоком, поэтому искать пищу им ни к чему. зато у них больше времени для баловства. Пляжная стая обнаружена. Пора двигаться дальше. Горы Сымен, Эфиопия. В шести тысячах километров к северу в Эфиопии лежат горы Сымен. Группа из более чем ста гелат мирно пасется на высокогорном лугу. Этих уникальных приматов некогда выделяли в отдельный вид павианов, пока они не получили собственную классификацию. Их родичи павианы потребляют разнообразную пищу, а гелады предпочитают есть пищу одного типа. 90% их рациона составляет трава. Они идеально приспособлены к жизни на горных лугах. Семья тратит на кормление до 10 часов в день. Своими короткими, толстыми пальцами они срывают самые вкусные стебли. Как и павианов, их возглавляет альфа-самец. Ему принадлежат все самки-группы. Хотя на деле именно они тут всем и заправляют, избрав его своим лидером. Если альфа хочет сохранить свое положение и спариваться с самками, ему надо их радовать. Награда за его службу вокруг. Все малыши на поляне – его. Чем дольше он остается альфа-самцом и поддерживает мир, тем многочисленнее становится его потомство. Волшебным компонентом жизни Гелат является груминг. Его любят все. удаление клещей и блох – дело серьезное. Но смысл этого ритуала не только в чистке меха. Груминг необходим для эмоциональных ус. Гелады также успокаивают друг друга голосом. Мягкое клокотание и причмокивание улучшают настроение. Но что-то насторожило семью. Они заметили нарушителя. В раю назревает беда. Одинокий самец из соседней стаи Гелат. Его цель – заполучить собственную стаю, и он положил глаз на место альфы. Если самкам понравится вновь прибывший самец, они прогонят своего лидера. Но даже у переворота есть правила. И незнакомцу нужно их соблюдать, чтобы впечатлить самок. Битва за трон – это не какая-то банальная драка. У Гелат правила более тонкие и изящные. Победит самец, который добьется благосклонности большего числа самок. Альфе придется выложиться на всю, чтобы сохранить поддержку. Он еще не готов отказаться от титула. Пустыня Аваш, Эфиопия. В трех километрах ниже жизнь гораздо более жестока к обитателям засушливой пустыни Аваш. 750 квадратных километров кустарниковых зарослей и долин питает единственная река. Гамадрилы – вид павианов, живущие дальше всего к северу. Они привыкли жить в суровом климате засушливых земель. Ключ к их успеху – жизнь в стае. Семейная жизнь зиждется на совместной работе и соперничестве. В столь суровых условиях возникли и суровые правила. Десятилетний альфа-самец добрался до вершины при помощи агрессии. Правило первое. Учитесь сражаться и защищать себя. Начать тренировки можно с самого раннего возраста. Оазис неподалеку – настоящее спасение для стаи. Тут множество растений, плодов, насекомых, яиц и мелких млекопитающих. А еще источник воды. Такую территорию стоит защищать. Альфа-самец властвует в этой долине. Но он стареет и ему все сложнее удерживать титул. Самцы живут около 20 лет. В стае есть и другие сильные самцы. Вызов неизбежен. Он держится на стороже. Стоит ему выказать слабость, как его правление тут же завершится. Река Чоби, Бацвана Могучая река Чоби. Источник жизни длиной 700 километров, пересекающий Анголу, Замбию и Бацвану. Для этого малыша зеленые берега реки идеальная площадка для игр, на которой он совершает первые шаги к самостоятельности. Он часть речной стаи, состоящей из более чем сотни серых павианов чакма. Но среди окружающей растительности таится опасность. Это одно из мест, где очень много хищников. чтобы тут выжить, нужно выучить важные уроки жизни, и обучение начинается в раннем детстве. Стая разбредается в поисках пищи, а молодняк совершает собственное открытие. Они находят упавшее дерево. Пора выпустить пар. Лишь один из самцов нового поколения сядет на трон. Важно с детства научиться постоять за себя. Ничто так не удручает, как мама, нарушившая веселье. Пока малыш не сможет постоять за себя, и пока ему не исполнится два года, его защищает мать. стая не знает, что среди них бродит нарушитель. Если представится возможность, леопард с легкостью утащит ничего не подозревающего малыша. Вот-вот начнется испытание для всей речной стаи. Кейп Кост, Южная Африка. Пляжную стаю застигли на человеческой территории. Собака замечает передвижение семейства. Ковыряться в мусорных баках стало опасно. Да и пищи в них не так много. Им нужно идти дальше. На пляже неподалеку их ждет изобилие пищи. Но, чтобы туда добраться, стаи нужно преодолеть опасные препятствия. одно неверное движение может грозить смертью. Перед альфа-самцом непростое задание. Согласно правилам стаи, именно он ответственен за благополучие группы. Шумная дорога – одно из самых опасных испытаний в жизни павианов. На плечи альфа-самца ложится задача провести семейство в безопасный район. Но перед тем, как пересечь дорогу, он поджидает отстающих членов стаи. Теплый асфальт – удобная остановка для небольшой передышки. На своих ошибках они научились, что надо держаться за линией. Молодняку следует внимательно следить за старшими и выучить правила дороги. если они хотят выжить в человеческом мире. Горы Сымян Эфиопия На высокогорьях Эфиопии горная стая утоляет жажду у ручья. Младшие члены стаи используют момент, чтобы подурачиться. Ключевой этап их развития. Чем больше они играют, тем активнее стимулируют область мозга, ответственную за обучение. это позволит им выжить среди гор. Но взрослые все еще на стороже. Нарушитель до сих пор где-то рядом. Он сотрясает дерево, демонстрируя свою мощь, и явно метит на высший титул. Но Альфа горной стаи так просто не уступит свою позицию. Нарушитель знает, чтобы выиграть, нужно впечатлить самок, а не запугать самцов. Чтобы занять трон, нужно заручиться их поддержкой. Он использует тактику симпатии вместо насилия. Но Альфа распознает его намерения и собирает вокруг себя самых преданных самок. Соперник наблюдает за ними с другой стороны гарема. Несмотря на неудачу, он подходит ближе, показывая серьезность намерений. сегодня они решают остаться со своим королем. Конкурент удаляется. Альфа-самец громко заявляет о своей победе. Эго соперника сильно уязвлено. но тут главное упорство. Это лишь первая попытка из многих. В следующий раз ему стоит пересмотреть свою стратегию. река Чоби Ботсвана У берега реки Чоби речная стая до сих пор не подозревает о приближении леопарда. Это настолько сильный хищник, что он может побороть добычу весом втрое больше его самого. Маленький беззащитный малыш Павиана – возможная легкая добыча. Одинокий леопард охотится из засады, выслеживая жертву перед тем, как неожиданно напасть. Густые прибрежные заросли – идеальная маскировка. Но жизнь в группе дает Павианам значительное преимущество. Повсюду глаза. Альфа-самец издает предупредительные крики. Леопарда заметили. Ему не по зубам. Группа разъяренных павианов, и он удаляется. Малышу еще далеко до независимости. Но столкновение с леопардом – важный урок. Чтобы выжить, павианам нужно работать сообща. от противостояния у альфа-самца вскипела кровь, и он ищет козла отпущения. Молодой самец не подозревает о его приближении и не успевает убраться с пути. Это нарушение правил. Его наказывают за недостаток подчинения. Наказанному самцу придется держаться в тени, пока он не вернет расположение вожака. Пустыня Аваш, Эфиопия. В пустыне Аваш полдень. Несмотря на палящий зной, пустынная стая патрулирует территорию. Одна из задач альфа-самца защищать земли от нарушителей. Оазис самая ценная часть их владений. Убедившись, что территория защищена, стая разбредается. Они разыскивают пустынный деликатес. пора собрать плоды в своих владениях. Дум пальма растет только здесь, и это настоящая ценность. Большую часть года семейство питается карликовой акацией. Но как только созревают плоды дум пальмы, павианов отсюда не оттащить. Благодаря этим питательным плодам пустынная стая является одной из крупнейших групп гамадрилов в Африке. посещение Азиса это также шанс расслабиться и поесть. Но даже в столь мирных условиях действуют правила. Перекусив плодами, молодняк готов побороться. Молодые самцы проверяют друг друга в игровой драке. Их ранг в стае определяется тем, как они проявят себя. Именно это и становится развлечением для старших. все заняты. и молодой амбициозный самец видит для себя новую возможность. Он может получить неожиданное преимущество. Он в отличной физической форме и мечтает выбиться в лидеры. Он подходит к альфа-самцу. Это явный акт агрессии. альфа-самец показывает крупные клыки. Они способны нанести нешуточные раны. он находится на вершине уже несколько лет и отступать не намерен. Он остается непобежденным. Демонстрация ярости лишь новая зарубка на троне. Его победа предупреждение для будущих храбрецов. У него еще есть силы. Он сохраняет контроль над оазисом и своим семейством. Кейп-Пойнт, Южная Африка. пляжная стая перегруппировалась. Они направляются на побережье. Но сначала им нужно пересечь опасную дорогу. Альфа-самец замечает просвет в движении машин. Но длится он недолго. Теперь каждой особи придется искать переход через дорогу. КОНЕЦ Даже угроза приближающихся машин не отвлекает молодняк от игровой драки. КОНЕЦ АЛЬФА-САМЦ Наконец, Альфа-самцу удается восстановить контроль и перевести семейство через дорогу. Урок выживания усвоен. Путь на пляж открыт. Теперь остаток дня они проведут собирая плоды на пляже вдали от опасных автомобилей. Мусор сгодится на перекус. Но обеденное меню гораздо более привлекательно. Природная пища более здоровый выбор. АЛЬФА-САМЕЦ приступает к еде первым. К нему подключаются и остальные. Они исследуют приливные бассейны в поисках сочных блюдечек и мидий и охотятся на песчаных блох, таящихся под гниющими водорослями. Стая лакомится свежими деликатесами. Павианы Кейп Кост мастера своего дела. Это единственный вид павианов, собирающий морепродукты. Это поведение позволяет нам заглянуть в историю человечества. подобная приспособляемость черта свойственная всем приматам. Сегодня пляжная стая научилась сосуществовать с соседями людьми. но чтобы выжить им нужно пожинать плоды мира дикой природы, а не поддаваться новым соблазнам. Река Чоби, Бацвана на берегу реки Чоби продолжается урок. Ранее речной стае удалось прогнать леопарда. И сейчас малыш может играть спокойно. Он вместе с остальными исследует лесную игровую площадку. Они дерутся, лазят по ветвям и проверяют пределы своих сил. Эти уроки необходимы, чтобы малыши поняли свое место в стае. молодцы Yo чтобы и проявить себя среди ровесников, малыш заходит слишком далеко или слишком высоко. И снова заботливая мать знает, когда нужно вмешаться. Укрепляя свою уверенность, младший член стаи определяет различия между зависимостью и независимостью. Чтобы выжить, ему нужна семья. Речная стая предоставит ему и защиту, и соперничество. И даже если ему хватит сил достичь вершины, это лишь половина дела. Самое сложное в обществе павианов – не стать альфа-самцом, а остаться им. Горы Сымен, Эфиопия К вечеру на горных лугах Эфиопии все успокаивается. Пока взрослые пасутся и чистятся, малыши могут возобновить игры. К четырем годам самцы покинут стаю и образуют группы холостяков, ожидая возможности завоевать собственную стаю. В том же возрасте самки начнут спариваться и заботятся о собственных малышах. Но сейчас они хотят лишь веселиться. КОНЕЦ Даже альфа-самец решает немного отдохнуть, зная, что его гарем в безопасности. Но он все равно остается на чеку. Несмотря на первую неудачу, одинокий самец не сдается. Если ему удастся создать собственный гарем, то он сможет предъявить права на трон. Сделать это можно, лишь начав все заново, по одной самке за раз. Самец выбирает цель – старшую самку, отошедшую от альфы. Для начала было бы неплохо завоевать ее симпатию. Он тут же приступает к грумингу самки. Рискованный ход, способный вызвать драку. И он привлекает больше внимания, чем ожидалось. Его замечает альфа-самец. Правило стаи. Когда дело не удается уладить миром, приходит время размять мышцы. Нарушитель укрывается на дереве. Он останется там, пока все не разойдутся. Демонстрация превосходства играет в пользу альфа-самца. Демонстрация превосходства играет в пользу альфа-самца. Порядок в горной стае вновь восстановлен. Одинокому самцу придется попытать удачи в другом месте. Пока он не завоюет поддержку гарема, ему придется в одиночку бродить по горным пикам. Пустыня Аваш, Эфиопия. В долине опускается пыль. У гамадрилов был насыщенный день. Разобравшись с конкурентом на трон, альфа-самец пустынной стаи сохраняет контроль над территорией. Он отводит семейство назад, на утес, чтобы найти место для ночлега. ОООО ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ В КАЧЕСТВЕ ВЛАСТИТЕЛЬ ОАЗИСО Очередной день в качестве властителя Оазиса. Но соперник не дремлет, и альфа-самцу следует быть на чеку, иначе его власть продлится недолго. По всей Африке четыре семейства устраиваются на отдых. И готовятся к новому дню, полному испытаний. На Кейп-Кост пляжная стая возвращается домой. Они удобно устроились в небольшой пещере. Здесь им не грозит мир людей. Территория автомобилей и бетона, по которой они научились передвигаться, осталась позади. Речная стая готовится ко сну высоко на деревьях, вдали от опасных хищников. Самый юный член стаи надеется на защиту старших. Только благодаря им он сможет повзрослеть. На Эфиопском лугу альфа-самец Гелат спокойно отдыхает. Его гарем, как и его честь, в безопасности. А в пустыне Аваш, на троне, отдыхает старый король. Семейные узы – основа сообщества павианов и их процветания в течение миллионов лет. Они продолжают приспосабливаться к новым испытаниям, проживая каждый момент согласно правилам стаи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова